Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности», а в кресле гостя сегодня Валерий Николаевич Шацкий, художественный руководитель Рязанского театра «Кукол». Добрый вечер еще раз. Добрый вечер, добрый день или вечер, дорогие рязанцы. Валерий Николаевич, давайте подведем сначала итоги «Смотри». Мы об этом говорили в преддверии события, сейчас уже можно подвести итоги. На мой взгляд и на взгляд тех профессионалов, критиков, и даже вот вчера получили письмо от Российского национального центра Международного союза деятелей театра «Кукол» с благодарностью за проведение конференции отчетно-перевыборной, на которой избрали нового президента Российского центра «Унима», где сказано и подтверждается то, что наш фестиваль остается по-прежнему одним из самых ведущих и авторитетных фестивалей на территории не только России, но и нашего европейского зарубежья. Все, что планировали, вы выполнили. Мы выполнили все, что планировали и даже, так сказать, выкрутились и больше, потому что каждый фестиваль, когда принимаешь более 250 гостей, это из разных городов, разные театры, это всегда масса проблем и неожиданностей, которые возникают по ходу. Вы же собиратель различных баек, причем вы их так удивительно рассказываете. Родилась какая-то новая история после этого события? Мы вот только спланировали работу, как бы, последний день разъездной. Те, кто остаются у нас, оставались у нас еще на один день. Болгары должны были пойти и поехать, познакомиться с достопримечательностями Рязани, а гродницы должны были уехать. Но гродницы отъехали всего на 60 километров, у них сломался автобус. Мы вынуждены свой автобус отправлять туда, забирать гродницов сюда. И отправлять болгар смотреть наш родной Кремль пришлось как бы на личном транспорте. А люди слабовидящие, плюс у них еще две собаки. Это надо... А собаки в одной машине не едут, надо разместить. Это вообще был большой-большой концерт. И собаки ехали в наших багажниках двух автомобилей. Гродницы вынуждены были ночевать ночь в театре, поскольку средства... Мы уже исчерпали средства на фестиваль, а у гродницов тоже не предусмотрены эти средства. Поэтому все кабинеты, в которых есть какие-то спальные места, лежачие диваны, вот распределяли, как сказать, в театре, и они ночевали. Мы прониклись духом в прямом смысле. И они, да, но беда никогда не приходит одна. В этот момент, когда они вынуждены ночевали дома у себя, у них дома в Гродно в театре произошло ЧП. Сработала пожарная система тушения, и все декорации залило на сцене, одежду сцены. И даже белый красивый рояль, на котором мы когда-то с нашим театром музицировали. Надо отметить, что вот на этом фестивале одной из особых как бы сложностей и необычностей этого фестиваля была труппа из Болгарии, из Софии. Это театр, в котором артисты были слабовидящие и некоторые совсем незрячие. И здесь была проделана большая работа, и были приглашены наши ребята из разных школ. И тоже этот контингент как бы людей слабовидящих. И надо... Вы не представляете, какой эмоциональный отклик нашла их работа в театре. Это и ребята... Ну, просто зрительный зал был объединен какой-то такой потрясающей энергетикой. И это дорогого стоит видеть, как люди, которые в жизни лишены возможности... А зрители знали об этом? Ну, конечно. И даже я должен сказать, что вот сейчас мы встречались с сороковой школой, с которой мы очень дружим, и которой мне очень нравится, как они работают с учениками. И они на уроке изобразительного искусства попытались попробовать ощутить те эмоции и чувства, которые испытывают эти люди. Они попытались пальцами нарисовать картины, красками с закрытыми глазами. Получилось? С завязанными. Да. И мы собираемся сделать у себя такую выставочку этих работ, рисуя с закрытыми глазами. После фестиваля Рязанский театр «Кукол» уже успел вернуться с гастролей. Да. Мы сразу же, почти через несколько дней, театр отправился на гастроли во Владивосток. Это гастроли, проводимые, так сказать, по программе Министерства культуры России. И надо сказать, что там наши гастроли тоже прошли с большим творческим успехом, потому что люди, которые приходили на спектакль, они не видели такого театра. У них есть свой театр, но я не знаю, каждый театр развивается по-своему. И наши актеры еще раз, в очередной раз увидели и убедились в том, что мы находимся как бы в первой колонне. Давайте поговорим о том, что вы приехали с другого фестиваля, тоже недавно, да? Да. Я тоже побывал на большом таком международном фестивале, который называется «Белгородская забава». «Белгородская забава» – это фестиваль, который был, он такой достаточно молодой, но в силу того, что сейчас он как бы переживает такой свой ренессанс. Когда мы гран-при вручили болгарскому театру из города Пловдив за спектакль «Скориал», то зал просто взорвался овациями, то есть мы попали, жюри было достаточно объективно и справедливо. Сейчас в моде такое понятие, как ремейк. Оно находит себе место и на сцене театров «Кукол». У вас тоже. Да, конечно. Но куда денешься? Ведь понимаете, время идёт. И когда-то наш спектакль «Волшебное кольцо», когда-то поставленный в 80-е годы, называли спектаклем третьего тысячелетия. Спектакль 21 века, говорили. Но наступил 21 век, уже мы живём в 2015 году, и время уже другое, и надо сделать. И сейчас, когда пришла в театр «Замечательная молодёжь», мы решили, что надо сделать спектакль, как бы восстановить его. Но не восстановить, трудно в одну и ту же воду вступить дважды. А молодить чуть-чуть. Делать такой некий ремейк этого спектакля. И с художественной точки зрения, и с актёрской точки зрения. И поэтому мы сейчас готовимся выпустить спектакль «Волшебное кольцо». Оно будет звучать по-новому, с молодыми лицами, с молодыми артистами. Я надеюсь, с такой же прежней энергетикой, что позволит критикам сказать, что это спектакль следующего века. Раньше у вас было такое событие, как «Бал Мельпомена», сейчас «Зеркало сцены». Почему поменялось название, поменялась ли концепция проведения? Ну, в общем-то, да, конечно, это всё достаточно круто поменялось. Потому что, если раньше, допустим, итоги сезона театрального, нашей Рязани театральной, подводилась до достаточной степени келейно, как бы в нём участвовали представители всех театров. И это больше стало походить со временем на делёж такой, каждой сестре по серге, короче говоря, чтобы все были удовлетворены. Но вот если мы говорим о конкурсе, то в конкурсной системе так не бывает. Поэтому в системе «Зеркало сцены», «Зеркало сцены» ведь это понятие достаточно чётко определимое. У Товстоногова есть книжка «Зеркало сцены». «Зеркалом сцены» называется вот эта площадка по порталу сцены, то, что видит зритель. Это вот «Зеркало сцены», тот прямоугольник, который отделяет. Но «Зеркало сцены» мы говорим «Театр не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло». И в то же время отображающее время, ситуацию в театре каждом. Поэтому «Зеркало сцены» – это такое понятийное, новое понятие, с одной стороны, и очень ёмкое и интересное. Ну и здесь изменился состав жюри, который состоит из представителей иногородних, так сказать, людей, опытных в театральном деле, люди, знакомые и по телевидению, и по радио, и по печатным своим работам, чтобы медийные лица российского театра, чтобы наш Рязанский театр поднять и вытащить на российскую, общероссийскую арену, чтобы это стало замечательным событием не только для Рязани, но и для российского театра вообще. Я вам от всей души этого желаю, и в первую очередь желаю не взрослеть, всё-таки в хорошем смысле этого слова. Ну, конечно, взрослеть, но и взрослеть надо тоже. Куда деваться со взрослостью? Но делать это мудро, вот так скажем. Да, мудрость – это великая вещь, и она приходит как бы с опытом тоже. Поэтому мы выставляем на этот конкурс два спектакля. Один для взрослых, это «Чехов», и второй спектакль, тоже классик, только детский, это «Маршак». Я желаю всем нашим рязанцам приятных театральных впечатлений. Мы вас ждём на церемонии «Зеркало сцены», которая предполагает, ну, такой, немножко можно к этому относиться с иронией, но предполагает свою красную дорожку, по которой наши рязанские артисты и кумиры театральной сцены будут проходить в театр драматический. Ну, и открытие такой аллеи звёзд рязанских, где будут как бы имена, увековеченные имена тех замечательных актёров, которые приносят радость, удовольствие и для наших рязанских зрителей. Спасибо за эту встречу. В нашей студии был Валерий Николаевич Шацкий. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире.